Искаф Рокс Привет! Я занимаюсь искусственным интеллектом. Что это значит? Я хочу научить машины мыслить. Что означает мыслить, машины, ну как бы функция мышления, присуще человеку? Для того, чтобы ответить на этот вопрос просто, Алан Тьюринг в середине прошлого века предложил такой тест. Если у нас есть какая-то машина, которую мы заявляем, что вот она умеет мыслить, то мы попробуем доказать это, сравним ее с человеком. Тест устроен таким образом. Есть две закрытые комнаты, в одну входит человек, в другую ставят машину. Они входят в общий чат, пишут этот чат, и в этот же чат пишет еще один человек, который является экзаменатором. Задачей экзаменатора является определить, кто из испытуемых машина, а кто человек. Он может задавать вопросы совершенно любого типа, ставить какие-то задачи или просить что-то вспомнить из прошлого, назвать любимый цвет, прокомментировать высказывания другого испытуемого, что угодно. Главное понять, отличить машину и человека. И если машина может проходить этот тест, и экзаменатор не сможет понять, что вот эта машина – это человек, они будут отвечать неразличным образом, то такая машина обладает мышлением. Если получится сделать вот так, то это будет даже лучше. С тестом тьюринга в простой форме мы сталкиваемся очень часто. Вот один из простых примеров – это капча. Считается, что человек может понять, какие буквы тут написаны, а компьютерные системы – нет. Но это уже не совсем так. Уже есть методы распознавания капчи, которые справляются с этим делом весьма успешно. И она усложняется до такой степени, что порой человек уже не может понять, что там написано, а эти системы могут. Значит ли это, что они мыслят? Нет, ни в какой степени. Они не понимают, что происходит. Есть другие системы. Есть известный робот-пылесос, который умеет пылесосить. Есть робот, который умеет играть на теннис. Причем, ну так, неплохо играет. Хороший робот. Есть даже вот такая штука в видео. Продолжение следует... Да, оно выглядит очень впечатляюще, внушающе. Но, смею вас заверить, если сегодня кто-нибудь создаст армию из вот таких вот роботов, поставит на них самую современную, самую совершенную на данный момент систему искусственного интеллекта, то нам, людям, чтобы обмануть этих роботов, которые нападут на Землю, и заставить их думать, что мы тоже роботы, достаточно будет примерно вот такого костюма. Да, причем я говорю, как бы это не случайно, некоторое время назад, совсем недавно, я как, ну, просто свободный от работы время, сделал систему поиска по изображениям, которая тоже пытается анализировать смысл изображений и выдавать похожие по смыслу. Вот, можно скормить такой системе, например, бабочку, и она ответит вот таким вот набором картинок. Достаточно смысленно, как бы, тропические животные, тропическая бабочка, ну, так. То есть, если бы человек сказал нам, что эти картинки похожи, мы бы ему поверили, да, это его мнение, они похожи. Кажется, что она понимает какой-то смысл. Но это не совсем так, потому что я специально показал сейчас удачный пример ее ответа. В менее удачном случае можно дать ей такой запрос и получить вот такой ответ. Да, нет, ну, конечно, какая-то аналогия есть, там, черная, белая, как бы, да, но мы видим, что по смыслу, то есть, она не анализирует смысл, она анализирует какие-то формальные признаки. В одних случаях хорошо, в других случаях плохо. У нее есть тот интеллект, который я туда заложил своим алгоритмом. Вот, я его придумал, придумал какие-то случаи, какие-то параметры, и на них она работает. Это хороший путь для создания систем вот таких вот ограниченных, но полноценную мыслящую машину развитием алгоритмов такого рода не получить. Для этого нам нужно использовать нейронные сети. Нейронные сети в человеческом мозгу работают, они устроены достаточно сложно, там много нейрона, много связей между ними, и на первый взгляд может показаться, что, ну, это слишком сложно, чтобы его повторять, там нужно очень долго их изучать, смотреть под микроскопом, потом смотреть на множество их, снимать сигналы, анализировать. В общем, работать с биологией и пытаться просто понять, что там происходит. Это не совсем так. В прошлом веке была предложена модель нейронной сети искусственной, самая простая, которая называлась перцептрон, и вот она изображена на этом слайде вот здесь. Сначала эта модель вызвала ажиотаж, потому что она могла повторять самые базовые особенности человеческого мозга, она могла обучаться некоторым вещам, как-то распознавать образы, и вначале казалось, что это вот прорыв новой технологии, а потом оказалось, что из-за ее такой простой структуры она в корне ограничена, и, собственно, ничего, кроме распознавания картинок, по большому счету делать не может, никакого намека на мышление в ней получить нельзя. И про нейронные сети тут же к ним начали все относиться скептически и сказать, ну да, это такой вот метод для решения определенного типа задач, но все как бы, большего они не достигнут, и нам надо анализировать дальше клетки живого мозга. Но были люди, которые продолжали ими заниматься, и они перешли к гораздо более сложным моделям, у которых сигнал распространяется не от входа к выходу, а циркулирует внутри сети непрерывно, меняет ее состояние, и это дало определенный результат. Какие именно, я сейчас попробую проиллюстрировать на примере. Я вот не так давно пытался вспомнить сонату Бетховена, патетическую. Я играл на пианино, и вот я когда-то ее знал целиком наизусть, потом забыл, но помнил начало. Бетховен писать довольно сложно, то есть вспомнить не очень тривиально. Но что я делал? Я повторял вот те несколько первых тактов, которые я помнил, играл их, доходил до места, где я сбиваюсь, начинал сначала, снова играл, доходил до места, где я сбиваюсь, и что оказалось? Когда я повторял это раз за разом, я постепенно начал вспоминать все дальше, 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 и так за один день я смог вспомнить всю эту сонату целиком, которую когда-то помнил, потом полностью забыл. К чему я это говорю? Совершенно аналогичный эффект нам удалось получить в модели нейронной сети. Модель была устроена таким образом. Нейронная сеть помнила примерно 120 образов исходно. Потом, вот она была обучена, там было 250 нейронов. Потом 40 из этих нейронов просто удалили. Ну, вот состояние сети после этого, вот показано вот этой вот прямой линией, она забыла все, вот за исключением какого-то намека на какое-то слабое воспоминание. Ну, потерялась способность, понятно. Если вас удалят 20% мозга, я думаю, будет довольно сложно собраться с мыслями. Самое интересное, что происходило дальше. Этой сети начали давать на запоминание, показывать заново те образы, которые она раньше помнила. Сначала ей показали 10 образов. Вот эти вот 10. Ну, она их тут вспомнила, конечно, ей же их показали. Но что оказалось? При этом какие-то из забытых начали вспоминаться. Потом ей показали еще 20, то есть в сумме уже было 30 показано. Вот эти 30. При этом мы видим, как она вспомнила очень многое из того, что забыла. И когда, наконец, мы показали ей в сумме 40 образов, она вспомнила все. Было 120, все 120 были забыты. Мы показали вот эту часть, и она все вспомнила. Эффект, сходный тому, что происходит, сходный тому, что я описал просто в своем опыте. Но тут нет никакой магии. На самом деле это связано с тем, что информация в нейронной сети хранится не в отдельных нейронах, которые были удалены, а в связях между ними, часть из которых сохранилась. Но вот эффект по принципу тот же самый. Мы продвинулись еще дальше. Вот это нейронная сеть, которая работает с динамикой. Слева у нас буквы, на которые наложен шум, чтобы их исказить. Справа у нас внутреннее состояние сети, а внизу все промежуточные состояния сети в это время. Эта последовательность букв, сейчас на видео она начнет меняться, и сеть может анализировать эту последовательность, смотреть, какие буквы появляются, несмотря на искажения все, и понимать, к какому слову это относится. Можете попробовать угадать по этим буквам, какое слово сейчас показывается. Нейронная сеть, да, ну вот по этой последовательности я его распознала. Сейчас вот сменится последовательность, да, вот сейчас вот какое-то другое слово показывается, снова можете попробовать угадать, что это. Возможно, вы успеете раньше, чем нейронная сеть. Это, в принципе, интересный результат тем, что на нейронных сетях, вот именно на нейронных сетях такого раньше не делалось, хотя, в принципе, если бы мы захотели сделать подобную штуку, мы бы могли поломать голову, придумать алгоритм, который анализирует эти последовательности. Вот она определила, что это слово дейтэ. Могли бы создать алгоритм, который анализирует эти последовательности, он бы работал примерно так же. Почему это показано? Сейчас на вход сети мы не будем подавать ничего. На вход сети просто будет пустое состояние. В сети при этом по-прежнему циркулируют какие-то образы. Она вспоминает то, что было ей показано до того, накладывает это на ее собственный опыт, собственные запомненные слова, и генерирует какую-то последовательность букв. Что это означает на самом деле? Это означает, что у этой сети есть зачатки мышления. Это еще не то мышление, которое есть у человека. Это пока только фундамент его, как бы рефлексия. Сеть смотрит на свои предыдущие состояния, по ним генерирует новое, которое связано с ними, но не является ни их повторением, ничем, это переосмысление своего предыдущего опыта. И эта штука, в целом, вся подобная сеть, которая ведется таким образом, это кирпичик, из которого можно создать полноценную систему искусственного интеллекта. Этот кирпичик можно сравнить с одним транзистором. Один транзистор не даст нам возможности построить компьютер, но соединив их достаточно много, причем не астрономическое число, миллионы, точно так же миллионы таких сетей, соединенные вместе, могут дать нам интеллект, который может быть сравним с человеческим. Я пока не хочу говорить, что прямо будет им эквивалентен, но это то самое направление. К чему приведет создание такого интеллекта, таких нейронных сетей, когда они будут доведены уже до своего максимума? Это приведет к тому, что у нас появится возможность подсоединить эту нейронную структуру к своему собственному мозгу. Она устроена на том же принципе, там точно такие же нейроны, точно такие же связи между ними. Они могут отлично соединиться с нашими биологическими нейронами, так что не будет никакой разницы, они будут вести себя идентично. Это означает, что мы сможем расширить свои собственные возможности практически в перспективе неограниченной. Ну и также это приведет к созданию искусственного интеллекта. Ну теперь вы, наверное, подумаете, «Ну все, теперь Терминатор, которого я показал, сможет отличить человека в любой ситуации». Да. Это могло бы случиться, если бы эта технология возникла мгновенно. Вчера ее не было, сегодня это придумали, и оно дает возможность создавать интеллектуальные системы. На самом деле так не будет. Эта технология будет очень постепенно входить в нашу жизнь, и сначала будут создаваться интеллектуальные помощники, анализаторы текста, которые понимают его смысл, органайзеры умные, умные поисковики и так далее. Потом будут появляться системы более смыслные, и едва ли раньше, чем через 30 лет, какая-то система будет такой, которую можно назвать в полном смысле мыслящей. 30 лет такая. Относительно оптимистичная оценка. То есть этого не произойдет просто потому, что это будет медленный процесс, за которым легко следить, который очень легко контролировать. Другая опасность, которую очень часто боятся люди, это то, что если мы подключим эти нейронные сети, в смысле эти искусственные нейронные сети, к своим естественным, мы потеряем способность ощущать эмоции. То есть это же электроника. Какие эмоции в кремне? Это не так. Они устроены действительно так же. Да, ну, эти грубые модели, которые я показывал, они, конечно, далеки, но ничто не мешает нам их совершенствовать и сделать их абсолютно идентичными. То есть такими, которые смогут ощущать эмоции в той же степени, что и человек, а то и в больших. И, наконец, наиболее серьезное, взвешенное опасение, то, что эти системы заменят людей. Просто роботы будут делать все, что делают люди, будут делать это лучше, и люди станут ненужны. Никто их не будет, не уничтожает, не как-то ограничивает в правах. Просто, ну, неактуально и все. Это, кстати, серьезное пассиво. Это возможно. Но не следует забывать, что подобное расширение нашего мозга дает нам не только опасность конкуренции со стороны роботов, но и возможность улучшать свои собственные возможности, расширять их практически неограниченно. И если мы ими воспользуемся, то все будет хорошо. А если не воспользуемся? Ну, может быть, по-всякому. Спасибо. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...